друзья всех приветствую на нашем канале я собралась магазин идти у нас уже сколько полодиннадцатого наверно до управилась и сегодня с уточками все сделала счастливая 8 уток за три дня я молодец сегодня такая утка попалась вот они все разные были две утки хорошо так ощипались легко вообще от легко и штуки 3 из всех было просто невозможно щипать у них очень много пуха было много пеньков то есть они из одной семьи оказались разные по качеству в общем я сегодня мучилась у меня аж пальцы уже это но я справилась я рада пойду погуляем не надо наличку снять и в магазин сходить магнит косметик косметик и в магнит еще зайдут так что пошла я деньги транжирить вот я михалычу сказала вот это место засыпать потому что у нас здесь низинка такая очень низко прям яма клумбы повыше вот он сыпал почему-то ему перестало нравится сюда возить не знаю а то что он там насыпает делает нет мне не нравится потом покажу почему не нравится приду сегодня ветра вообще нету прям жаришка жаришка когда ветерок то маленько знаете это охлаждает тебя вот я сегодня опять этих уточек разделывала на веранде под ноги себе вентилятор ставила немножко хоть маленько меня обдувала а то просто невозможно такая жара наличку не смогла снять а до другого банкомата очень далеко это в другом краю станицы вставила карту все нормально же было вставила карту и все и он просто пишет ожидания и все я минут пять стояла никакой реакции вообще кнопки нажимала всякий красный бесполезно давай на 900 звонить там тоже пока сто вопросов зададут автомат же разговаривает отвечаю и вдруг раз в банкомат выплюнул мою карточку или счастлива а то главное советую перевыпустить заблокировать и новую карту заказать в сбербанке вообще для меня это очень странно ну показываю свои покупки ночью в магнит косметики взяла такое хита дальненько у меня такого не было так лампочку взяла у нас на веранде перегорела вчера когда за сковородкой побежала и включая она не включается на моргал уже еще еще хозяйская лампочка взяла от лампочку дальше вот такой чай я так поняла жасмином до коктейль но это вкусный чай зеленый вот такие доброе утро 5 злаков хлопья всякие разные овсяные пшеничные чменные пшенные ржаные я люблю такую кашу воду взяла маленькую бутылочку изюм для каши вчера 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 или когда позавчера кашу михалычу накладу она где изюм закончился поперек с изюмом ну пусть будет изюмом дальше лимон взяла с лимоном пью чай завариваю чай и лимончик туда и холодный чай получается у меня днем я такое пью маску для лица вот такая очень хорошая маска уже который раз я беру увлажняет хорошо так что буду прокладки лесной бальзам взяла зубную пасту под заканчивается паста личная лапша не хочу сама делать лапшу я люблю зимой возиться с тестом летом меня как-то вот но не получается такой тоненькую готовую лапшу для супчиков михалыч молочные супы любит с лапшичкой вот такую мочалочку маленькую взяла и закончился у меня спрей солнцезащитный все кстати сковородка чудесная оказалась это представляете она часа полтора на этом жарила но на медленном огне все равно ванища такая была извините вонь запах и и сегодня иду такая к ней подкрадываюсь думаю все на разгорела как михалычу сказать что надо ехать за новой сковородкой посмотрел эти котлетки даже очень ничего курочкам кинула и все и покрытие все нормально я помыла отличная сковородка а фирма мечта называется вот от нее крышка вот такая фирма мечта там было написано на на этикетке на этой сковородке что не боится сколов не боится там еще чего-то перемены температур но действительно хорошее покрытие поэтому рекомендую мечту я тут решила простой пирожок испечь ну типа кекса изюм яйцо сливочное масло мука разрыхлитель все ванилин да а и немного молока так все делала на глаз не знаю что получится что-нибудь да получится у нас наступило время обеда сделала я макароны по флоске с уточкой вчерашней сделала салат чеснок помидоры и растительное масло запахом вкусные приятного аппетита нам будем обедать и всем кто обедает с нами всем тоже приятного аппетита кексик у меня готов но не вытаскивается из формы у вас бывает такое я его тут порезала прорезала по бокам по краям попробую перевернуть на тарелку но только крошки получились теперь пытаясь вот так но пополам разрезала еще пополам что по кусочкам вытащится сейчас раскрошится совсем поддеваю а в середине он прилип почему непонятно я смазывала так ну или сейчас должен нато эти попробую перевернуть нет не хочет еще больше крошек насыпала на тарелку ну что тогда на 8 частей делим даже не знаю причину почему она не хочет сниматься обычно с этой формы вообще все хорошо снимается ладно бы я ее не смазала так этим а ладно попробую опять перевернуть все чудесным образом попеклось но почему тут середина прям вот так вот это вот место прям прилипшие было я попробую все идеально знаете какой он рыхлый получился хороший вкусный ладно будем на ужин кушать его я тут обрадовалась прибежала белье сняла с веревки она все мимо опять мимо такие тучи к нам шли прям вот так и в сторону уходит опять не к нам но сегодня две капли нарисованы я чувствую что их не будет эти двух капель вот все то ей контролировать надо я пришла за яйцо она от меня не отходит ну-ка шушь я бы что он в калитку выскочит калитка изнутри не закрывается вот она горяченькая еще спасибо тебе кушка снеслась один день только у нее перерыв был за 5 дней так каждый день яйцо и крупное яйцо смотрите хорошенько ешь ешь завтра мы еще корм купим я им покупаю комбикорм несушка best и зерна смесь там четыре вида зерна и смешиваем то и другое даю и уткам то же самое без уток просто отпустила курочек пусть травку поедят и деньги иди гуляй вот ели бы яблоки нет не едят их не хотят вчера подвязала боковые побеги у лагурчиков вот эти чтобы они не валились на землю не падали не перегибались вот есть уже завязи ветерок с эти прохладный подул от тучек громыхает но все мимо нас усики хожу а вот еще мне побег боковой не подвязан сейчас принесу ниточку подвяжу усики обрываю нечего на них силы тратить вечером и утром обрываю и они опять выпускают природа такая огурца цепляться за что-нибудь усиками а я вот так подкручиваю ой хороший правда ветерок какой ой приятный какой чудесно зашевелились огурчики то зашла сюда в теплицу так жарко у меня один огурец зашел ура ура думала совсем не зайдут здесь еще нету мы будем ждать я убрала все сено мешки сложила и в углярку внесла на дрова там поставила погоду показать вам вот уже больше часа громыхает громыхает и туда все уходит где-то там возможно что-то идет у нас не капельки не было дождик а я ешеньки а это одна как нам идет все если опять мимо не пройдет ну прям черное огромное вот это да пока у нас голубое небо вот эта чернота надвигается до уточки страшного не тоже у нас ведь так дождь и не пошел даже не капли не ударила только гром гроза такое но где-то что-то опять медведов камера досталась титров к может быть краснодару досталось не знаю ну громыхала хорошо свет все время моргал и интернет постоянно исчезал сейчас вроде потише стало но уже вижу что дождя вообще не будет в черной тучи ушли мимо все мимо нам не везет зато свежий воздух пошел окна открыли кондиционер выключили все хорошо так а вот и результат моего труда сегодня тушеночки 6 штучек 750 граммовые баночки 1 пол литровая ну все сутками я расквиталась даже самой не верится если честно и хорошо держать мало едят тихие но потом когда их убирать это действительно очень тяжелое занятие я не представляю как гусей держат там говорят еще сильнее вернее еще труднее их ощипывать и в мешки какие-то заворачивает и в парную их вносят в баню и всяко раза вымачивают я думаю что поросенка легче осмолить чем гуся поэтому гуся как-то я сомневаюсь но и шумные они поэтому не хочу их в этом году хотели индюков не получилось но может быть на следующий год индюков заведем будем поглядеть треку кормила косточками от утки ну всякими там с хрящами и слышу она сегодня ночью чешется 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 я думаю ну наверно клещ и и укусил где-то клещ сидит я когда я кстати стрибы то уже в конце то есть три выстрел ему часа два же стригли с не меньше я ее полностью все видела какая она есть когда подстригла то у него здесь над бровью клещ сел я его кое-как прям ногтями знаете выкрутила он видимо только-только заприкусился присосался к ней вот вытащила но и ночью сегодня слышу она вот хлопает хлопает и чешется 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 лапами посмотрела а у него здесь прям аллергия высыпала очень сильная и вот не знаю чем ей ее снять эту аллергию не есть сегодня вообще ничего я думаю что они она утильного мяса период потому что я знаю что на курицу многих собак у многих пород дико аллергии у боксеров у французских бульдогов у таких у нежных созданий вот ну и тейка видимо к ним относится ну и и мясо много перепал утильного я же варю тушенку и там какие-то вот эти трубочки остаются потом открылышка эти маленькие кусочки в общем мясо и досталось конкретно больше она утильного мяса не получит из-за грозы сегодня пришлось отменить сеанс массажа потому что свет моргает напряжение может прыгать туда сюда поэтому опасно жалко чемодан если сломается поэтому отменила позвонила отменила большие селезни видимо иногда обижают утят я сегодня два раза ночью бегала к ним туда с фонарем вот они слышите бегает что-то бегают думаю но опять кто-то пришел к ним прихожу с фонарем они не спят сидят все там кучно смотрят на меня в общем шухарят маленько эти селезни ну зато коты уже точно к ним не идут боятся их а маленьких возможно воспитывают просто мокрые как мышь ой ну дождик пошел хоть небольшой маленький но идет а я тут все полила до этого все цветочки свои курочки забежали к себе в теплицу от дождя спрятались у нас уже дело к вечеру идет и собираемся поехать к маше набрала помидор яйца маша у меня там торгует городе яйцами успешно что там еще мы взяли забыла что-то еще а и тушенку две банки пару баночек пока вот съездим мы их давно давно не видели им совершенно некогда к нам не приезжают поэтому мы сами съездим не забыть маше Кто-кто? Ты на гимнастике была? У тебя какая прическа красивая. Так, ну давай. Ой, темновато как-то читать тебе. Ты хорошо так сядь, чтобы буквы тебе было видно. Так, ну давай. Только погромче. Для начала так уж и быть. Я доверю тебе мне. Чемодан, если ты обещаешь не уронить его. В нем очень важная вещь, которая вам понадобится. Это ты так читаешь уже? Да. Вообще. Какой ты молодец. Отправившись от чемодана, Фуфу довольно улыбнулся. Нисколько минут. Деда, иди послушай, как она читает. Пошли, молча кис-кис с другом. Послушай, как она читает. Но мысли о косточках отбадриваю его. Он почти был. Ребенку. Пять лет. Это если день... Блин, я забыла в детстве. Так ты пальчиком вот так води и все. Или знаешь, какую-нибудь линейку. Вот так ставишь и вниз опускаешь, опускаешь линейку. Пирог закончился? Дома. Сейчас. Три. Нет. Четыре. Нет, ты только улыбайся. Молодец. Молодец. Красиво. Молодец. А с ленточкой делаете упражнение? Нет. Это самое последнее. Потому что там, если кончиком коснуешься, все обнуляется. Все обнуляется. Так. А обручем? Обручем, да, делаем. Только я не делаю. Купили, но не делаю. Понятно. Доброе-доброе утро, друзья. Вчера недоснимала видео. Сегодня заканчиваю его. И сейчас выложу. Будете смотреть уже. Значит, что по газону. Я Михалыч убеждаю, что вот этот старый газон, его надо убирать, весь корчевать до слоя земли. Ну, не так глубоко, как он это делает, чуть помельче. Ну, то есть снять слой с травой и перепахать, досыпать туда земли, хорошие их привести, досыпать песка, то есть все перемешать, все выровнять катком, брать на прокат, видимо, или нога, вибронога бывает такая, утаптывает. И только потом сеять новый газон. Михалыч, смотрите, что вы думал. Он вчера укладывал вот этот дерн, который он снимал. Я говорю, Саша, ну не будет он ровно расти, во-первых. Во-вторых, это старая уже трава, все вот это комками. Ну, что это такое? И говорю, потом, когда я буду газонокосилкой косить, я даже сейчас, когда кашу, она мне неровно выкашивает. Потому что, ну, криво везде. Для газона нужна идеальная поверхность. Короче, он вот это вот выкладывал, я смеюсь над ним, я говорю, детский сад. Вот действительно, в советские времена так газоны укладывали. Я помню, в садике, в школе делали так. Где-то в лицу, в поле вырезали, траву привозили и застилали. Мне такое не пойдет. Я ему говорю, вот это все, вот эту всю травку вместе с землей вывозить за ворота. Там у нас низинка есть. И туда действительно можно увозить. Можно это в курятник курочкам увозить под деревья. Потому что куры гуляют и корни деревьев оголяются. Там все они утоптали уже. И вот это все, ну, утопчется, перегниет там и тому подобное. То есть, как бы добавить там тоже земли и дерна. Вот. Я, мне не лень. Я сейчас освободилась. Ну, не сегодня точно. Сейчас жара наступает. Я могу на тележке это возить. Понемножку. Он пусть копает, а я буду возить. Сегодня, завтра, послезавтра, в общем, до понедельника у нас объявили МЧС. Штормовое предупреждение, что будет жара до 40 градусов аномальная. Ночью будет 25 градусов. Вот это самый тяжелый момент. Придется, видимо, включать кондиционер. Потому что я не усну, если будет душно. Мне самое главное, чтобы был свежий, холодный воздух. Конечно, свежим он не будет, но холодный точно будет. Вот. И поэтому я, Михалыч, прям запретила чего-то делать, чего-то работать. Ну, копать тяжелая работа, говорю, не надо. Пока отдыхай. Занимайся своими любимыми делами. Так, что еще? Помыли мусорный бак с утра. Вынесли мусор. Я там топлю в бане. Сжигаю всякие ветки. Чурочку нашла, туда закинула. Пусть топится. Может быть, к вечеру и натопим. Может, и помоемся в банке. Ну, не париться, но хотя бы помыться. Значит, сегодня что я сделала? У меня вот этот газон... Ой, не газон, как это, клумба. Заросла напрочь. Я ее где-то в начале июля полола. Или в середине. Нет, в начале июля. И вот такая трава вымахала. Я все думаю, потом, 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 потом. Главное мне огород, где что-то растет. Выполола. Смотрю на розы вот эти. Я их обрезала сегодня. И мне не нравится. Вот тут, вы знаете, это же плетистая роза. Вот такое вот дерево выросло. Сами розы все наверху. В общем, что-то я думаю, что я плетистые уберу розы. И посажу здесь обычные, которые метровой высоты будут. Не больше. Вон та тоже огромная. Та садовая, по-моему, роза. Нет, она тоже плетистая. В общем, чего-то я тут буду переделывать, это точно. Уже сегодня, знаете, думала. Думаю, может быть, сюда ту и вот эти сморак посадить. У меня их три штуки. Еще штук. Сколько? Четыре. Взять, купить. Такой же высоты. Они у меня примерно метровые. Посадить тут. И чтобы они росли. Вот думаю про этот момент тоже. А розы, вот эти небольшие, пересадить. Туда, в огород. Можно перед двором еще досадить. В общем, не знаю. Я думаю по этому участку. А не по лолу, потому что вот у нас тут куча. Я как бы хожу, не вижу. Ну, тут растет, растет трава. Ну и ладно. Оно тут реально сильно заросло. Вот это высохнет. Не стала я на кучу нести. Высохнет. За двор вынесу и сожгу просто. Потому что у меня уже в огороде там такая куча большая. С ветками, с травой. Жечь не пережечь. Ну, такие дела. Такое сегодня у меня утро. С шести утра. Ну, я тут быстро выпалывала. Не знаю, я днула дольше буду. Так, все жарко. Жарко. Пойду домой. Буду сегодня бездельничать. Ну, обед сварю. На обед не знаю, что сделаю. Борща, что ли, сварить. Там утиный бульон у меня остался. Мне наша зрительница подсказала. Вернее, не подсказала. Напомнила, что самый вкусный борщ это на утином бульоне. Ну, можно борщ сварить. Поцарапалась сегодня розами. Тащила, обрезала. Когда розы вот эти длинные, плетистые. И поцарапала прям века себе. Больно-больно щипет. Все. Иду домой. Прячусь от жары. И просто кайфую. Под кондиционером. Всем пока-пока. И до новых встреч. Ваша Аленка Михайловича. Субтитры подогнал «Симон»